Я врач-он-пекинеколог, занимаюсь онкологией более 20 лет, в основном женское население. Но сегодня я бы хотела довести до вас тему общей онкологии и, так сказать, обговорить вопрос о применении препаратов компании ВИЖОН в онкологической практике. Что хочу сказать, что проблема онкологии очень актуальна. Она была актуальна и в прошедшем времени, и сегодня, и будет, скорее всего, актуальна в будущем времени. Почему? Анализируя работу онкологической службы Красноярской жилетной дороги, работу онкодиспансера, краевого онкодиспансера, а также работу города Москвы, могу сказать, что нет тенденции к уменьшению онкозаболеваний. Онкозаболеваемость растет. И что самое неприятное? Заболевание это молодеет. То есть заболевание развивается у лиц молодого возраста. Причины заболевания различные. Их множество. Ну, значит, если говорим о женщинах, то на первый план всегда выступают вирусные причины и гормональные причины. Вирусные причины. Вирус папиллома человека, герпетическая инфекция, трекомонадная инфекция, которая способствует развитию злокачественного заболевания генитальных у женщин. То же самое. Эти же инфекции способствуют развитию и генитальных заболеваний и у мужчин. Онкологического заболевания. Гармональные заболевания. Что же здесь? Нарушение органных процессов. Ожирение. Сахарный диабет. Присоединяется сердечно-сосудистая недостаточность. Гипертоническая болезнь. Вот эта триада чаще всего сопровождает больных со злокачественным заболеванием тела матки. С заболеванием яичников. Ну, что еще хочу сказать. Конечно, много причин. И есть причина нарушения характера и режима питания. Ограничение потребления фруктов, овощей, рыб, применение острой жирной пищи. Чрезмерное применение алкогольных напитков, работа, связанная с производством асбеста, амириновых красителей, алюминия, крома, резиновой промышленности, радиация, о которой сейчас очень много пишут и говорят, и в то же время ультрафиолетовое облучение. Ультрафиолетовое облучение обладает выраженным канцерогенным эффектом, особенно для развития рака кожи и злокачественной меланомы. Ну, вот так, в общем-то, довольно грозно. Такие причины развития онкологии, онкологического заболевания. Но рак – это не быстротекущий процесс. И только нервный стресс может поспособствовать быстрому лечению этого процесса. Любое заболевание, любой локализации рака различают доклинический период и различают клинический период. Доклинический период, когда нет проявлений в клинике. И только под лидероскопом можно увидеть нарушение формы клеток, нарушение ядра клетки, расстояние ядра. Клинический период. Да, ну и, в общем, вот такой доклинический период длится где-то от двух до восьми лет. Клинический период длится где-то до года. Вначале преобладают малые симптомы. Так, например, для заболевания лёгки это может быть кашелька, не приносящая облегчения. Человек кашляет и не может, в смысле, без конца есть беспокойство. Беспокойство в бронх. И даже небольшое количество макруты, которое он откашливает, не приносит облегчения. Сопровождается субфибридной температурой. 37,4-37,5. Вот такая температура. При заболевании желудка это может быть дискомфорт после приёма пищи. Отрыжка, тошнота. При раке кишечника, восходящего отдела кишечника, чёрный стул, аномизация всего организма, блед из кожных покровов. Или частые козыры на стул при опухоли, расположенные в любом отделе прямой кишки. И так как я врач-гинеколог, мне вот здесь очень много женщин, хотелось бы ещё рассказать. Для женщин возрастного, так сказать, зрелого возраста, появление кровенистых выделений из половых путей у возрастных женщин, это настораживающий симптом. Срочно нужно обратиться к врачу. И не нужно скрывать это от родственников. Или, допустим, появилось что-то, ну, какое-то пятнышко, и не обратили внимания. Ну, вот всё, оно потом прошло, снова стало чисто. Нет, у вас уже был злорок, у вас уже был симптом, поэтому будьте любезны, обратитесь к врачу. Так, ну и мужчины тоже, хочу о мужчинах сказать, что затруднения или учащенные мочи спускания, это тоже симптом при раке предстательной жильцей. Обычно в этот период больные не обращаются к врачу, обращаются тогда, когда симптомы нарастают и появляется боль. То есть процесс увеличивает горошь, увеличивается стадия распространённость ракового процесса, и только тогда больной идёт к врачу. Но не всегда можно им помочь, потому что процесс-то уже, так сказать, распространился вот там, большим. Какая бы ни была причина возникновения злокачественного заболевания, и где бы ни развился раковый процесс, всегда будет иметь место иммунно-депрессия. Всегда иммунитет будет на низком уровне. И вот здесь профилактика возникновения онкозаболеваний. И препаратами, повышающими иммунитет, являются препараты компаний Рижел. Действительно, здесь есть препараты, выводящие раковые периоды. Препараты, подавляющие развитие раковых клеток в начальных этапах, способствующие снижению холестерина, уменьшению атеросклерода, усиливающие обменные процессы в организме, нормализующие эндогридные процессы. Ваш собеседник может вам сказать, ну, позвольте, ведь эти препараты состоят из трав. И эти препараты можно ли купить в другом месте за другие деньги? Ну, допустим, на том же рынке у бабушки можно купить. Ну, значит, кто может утверждать, когда собраны эти травы? До цветения или после цветения? Затем, как приготовлены эти травы? Значит, что это? Значит, трава только доведенная до кипячения, используется напиток, или это, а может быть, и не нужно? Может быть, нужно именно продвигать эту траву и получить вытяжку? И потом, сколько принимать с этой травы? Столовую ложку, полстакана или стакан? Ну, в общем-то, это довольно относительно. Вот. И поэтому в цивилизованном обществе предлагаются препараты компании «Вижон». Эти препараты уже были апробированы клинически. Вы, конечно, уже со всеми с ними знакомы. Я что хочу сказать, значит, вот в нашем своем отделении, занимаясь лечением онкологических больных, я применяла биологические добавки до операции, после операции, и применяли мы лицам, которым предстояла химия и лучевая терапия. Ну что, во-первых, эти больные очень хорошо перенасилили операцию. Буквально на второй день это было столько энергии, больной стоялся в постели, больной более активен. Очень хорошее заживление после операционных шлух. За это время ни единого не было расхождения после операционных шлух при назначении биологических добавок. И эти лица более спокойно переносили полихимиотерапию и лучевую терапию. Потому что вы знаете, что здесь идет, конечно, выраженная слабость, тошнота, рвота, дискомфорт со стороны кишечника, так как, если лучевая терапия, то это ожог. Частые пазыры на дефекацию, жидкий стул, и вот эти вот все подрежности, вот эти вот все, были выражены в меньшинстве. Мария Александровна, а какие биологические активные добавки вы рекомендуете принимать? Вот вы говорили, что есть профилактика онкологических заболеваний до клинических период. И вот как эти добавки вы рекомендуете принимать для профилактики, для того, чтобы не возникла клиника этого онкологического заболевания? В компании «Вижу» есть универсальные добавки. Это классические кейсы? Да, универсальные. Это антиокс, детокс, и затем, может быть, индивидуально промметал и, так сказать, другие добавки. Я думаю, что вы аннотацию на все эти добавки знаете по их применению. Но детокс – это, значит, при выраженной иммунодепрессии, вот антиокс, препарат, который, ну так сказать, трое, 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 трое. Антиокс, да, да? Да, да, да. Това Александра, и вот еще. То есть, ну я знаю, что в вашей практике есть женщины, у которых были неомы, которая на больших дозировках препаратов компании «Вижен», но она сосалась. И вот мы получили вопрос, что такое неома и куда она ушла? Ну, и куда она уходит? Биома – это замещение мышечной ткани в соединительной ткани. Вследствие гормональных нарушений развиваются узлы в мышце матки. Вот это и называется миомой. Узлы могут быть различные. Бывают узлы на поверхности матки, которые называются субсирозные, непосредственно мышцы матки интерсекциальные и непосредственно полости матки, стубмокозные. В общем, они все неприятны, конечно, но самые, так сказать, нежелательные – это субмокозные узлы, так как при наличии этих узлов будет выраженное кровотечение. Будет сохранен цикл даже у молодой женщины, но кровотечение во время мисочных будет выраженное, женщина аномизированная. Ну что, в общем-то, я не могу сказать, что у меня такие большие наблюдения по применению. Я как-то особое… Это просто единичное больное. Я, в общем, применяла онкологические больные препараты, в компании вижу. Но такие случаи есть. Такие случаи есть, но люди еще… Это нужно прилить достаточное количество препаратов применять. Большое количество. Большое количество, да, чтобы, значит, действительно получить эффект. Значит, чтобы восстановить обмен ищи, а затем восстановить гормональный баланс, а затем только дома может произноситься. Спасибо, товарищи.